Жители громады Коблева позвонили в МЧС, и МЧС отреагировал. Они приехали, но они не знают, что надо делать. Вот что в этой ситуации делать? Хорошо, мы сейчас начинаем спасать лебедей, которые там позамерзали. Дальше, куда мы должны их? В заповедник отдавать. Где мы будем их отогревать? Есть ли помещение специальное в ландшафтном парке? Предусмотрено ли оно вообще в данной ситуации? Поэтому я не вижу тут, я не понимаю, позиции ландшафтного парка касательно этой катастрофы, я считаю. Может быть я не прав, но вот если мы посмотрим, смотрите, лежат трупы. Смотрите, один, два, три, четыре, пять, шесть. Мы только на этом участке видим, там седьмой. Я не знаю, что там дальше. Вы видите, он лежит? Восемь. Я хотел, я ж ничего не выдумал. А на самом деле так оно и есть. Я обращаюсь к губернатору Николаевской области. Пожалуйста, примите меры. Это экологическая катастрофа. Пусть чиновники начнут работать, как они должны работать. И нести полную відповідальность за свою работу. Олег Олегович, к нам в редакцию Коблева Ньюс поступают звонки с жалобами и с просьбами обратить внимание, достучаться до чиновников по ситуации с лебедями. Ситуация такая вот, чуть ли не катастрофическая. Почему? Потому что были большие колонии на Римане. Но сейчас они, видно, что поредели и появились мертвые лебеди, примерзшие. Ваше мнение, как жители Коблевского ОТГ? Лично мое мнение, и я считаю, что это відповідальность, відповідальность директора ландшафтного парка. Могу даже объяснить, почему. Потому что лично я ему звонил во вторник. По-моему, это был вторник. Я ему лично звонил и видел уже, когда ехал на работу, я видел, что уже четверо было лебедей, лежали убитые, убитые собаками, лежали уже на льду. Я позвонил ему и задал вопрос. Я говорю, здравствуйте, его зовут Олег Михайлович, по-моему, не ошибаюсь. Фамилия его Деркач. Я ему говорю, что есть ситуация очень серьезная. И есть обмерзание лебедей, они замерзают, и надо принимать какие-то меры. На что он мне ответил, я хочу ответить, я відповідально заявляю, он мне ответил, что это есть естественный отбор. И почему вы, говорит, так начинаете беспокоиться о лебедях? Я говорю, ну, во-первых, это зима, во-вторых, ну, каждый человек, который там едет, у него есть доброе сердце, вообще есть уважение к птицам, и это наша природа. Я отреагировал просто, позвонил, говорю, скажите, пожалуйста, что в этой ситуации надо делать? Я говорю, так, ну, вызывайте МЧС, у вас, ну, надо вырешивать эту проблему, потому что вы же понимаете, вы же витповидальны. Ответственный за, конкретно за этот участок, есть региональный ландшафтный парк Миколаевской области. Поэтому, ну, это зона витповидальности и есть ландшафтного парка. Во-первых, здесь есть краснокнижные птицы, которые здесь проводят зимовку. И я просто не понимаю, почему не был разработан комплекс мероприятий в зимний период по спасению птиц. Так они у нас зимуют. Ну, как мне ответил господин Деркач, что это естественный отбор. И что это нормальный процесс, это, ну, это природа. Я немножко с ним не согласен, я могу ответить, почему. Естественный отбор, в моем понимании, это когда сильный съедает слабого. А на этом, в этой данной ситуации, в этой данной ситуации, я считаю, это катастрофа. Это катастрофа. Что у нас лебеди гибнут, комплекс мероприятий не утвержден, МЧС вообще не знает, что надо делать, они вообще не знают, что надо в этой ситуации делать. Надо было разрабатывать схему и организационные работы по спасению в зимний период зимующей краснокнижной птицы.